Субтитры подогнал «Симон» Белый гриб называется по-латыни «балетус». Лекарство из белого гриба является замечательным лечебным свойством. Обладает замечательными лекарственными свойствами. Во-первых, это природный антибиотик. Так вот, белый гриб – это сильный радиопротектор. Его использование, исходя из этого, какое может быть? Это хроническая и острая лучевая болезнь. Различные дозировки, которые зависят от возраста, веса, сопутствующих заболеваний у человека, будут разными. Значит, это лечение должно быть назначено больному индивидуально. Но может использоваться, раз при острой и хронической лучевой болезни, значит, может использоваться при радиотерапии у онкобольных. У больных, у которых заболевания вызваны были какими-то техногенными причинами и даже отдаленными, тоже «балетус» может использоваться как средство лечения различных воздействий заболевания, которые сейчас множатся и множатся. Потому что человек, даже у себя дома, окружен большим количеством электроприборов. На работе он окружен большим количеством различных приборов, которые обладают свойствами излучения и прочих вещей. Поэтому свойства белого гриба человеку будут и будут нужны, и чем дальше, тем больше. Это гриб, который любой человек с целью оживления организма, оздоровления организма, защиты от различных заболеваний может использовать. И при различных жестких методах лечения онкологии, например, при радиотерапии. И если в результате каких-то техногенных, либо рабочих моментов он сталкивается с повышенным радиационным фоном, то, соответственно, может и для профилактики, и для лечения использовать белый гриб. Кроме этих свойств. Белый гриб обладает сильными свойствами противоаллергическими. Значит, люди, склонные к аллергиям, могут использовать белый гриб. Он очень вкусный в сыром виде. Посезонно салат из белого гриба в сыром виде. А для лечения и для профилактики длительно использовать в виде порошков, свечей, капсул, содержащих тот же порошок. Белый гриб, как радиопротектор, может быть использован очень широко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok